Здарова, друзья! Давненько я что-то не выпускал новых видео, ну я был занят, сами понимаете. Релиз Battlefield 1, 70 часов уже на игры, на 49 уровень, все дела, ну, залип я в общем. Но, поводом оторваться от этой замечательной игры стала долгожданная премьера Доктора Стрэнджа. Посмотрел я в общем фильм и остался доволен. Сюжет фильма рассказывает историю Доктора Стивена Стрэнджа, самовлюбленного, циничного и крайне талантливого нейрохирурга, который ведет беззаботный образ жизни, но в один дождливый день попадает в аварию и становится инвалидом. Потратив все свои деньги, он проходит через 7 операций, которые не дают никакого результата. И отчаявшись, Стрэндж отправляется на поиски нестандартного исцеления. В это же самое время в Ордене Магов происходит предательство. Мага Китсилиус в исполнении Матса Миккельсона переходит на сторону зла и крадет страницу древнего заклинания, которая даст ему возможность сломить защиту магов и привести на землю зло, которое поглотит наш мир. Остановить это зло должен, конечно же, Стрэндж. Поэтому первые 20 минут фильма нас ознакомят с самим героем, потом где-то 40 минут уходит на его обучение основам магии, и оставшееся время фильма полностью посвящено добротному экшену. Да, трансформация нейрохирурга в опытного мага проходит достаточно быстро, но весьма успешно. Многие на это жалуются, но я больше чем уверен, что если бы создатели это затянули, то эти же самые люди жаловались бы на затянутость перевоплощения. Поэтому здесь у меня нет никаких претензий. Да и вообще к фильму очень сложно придраться. Мы получили очередной идеальный фильм Marvel. К одному из многочисленных плюсов фильма можно смело отнести идеальное попадание в образ самого Стрэнджа. Бенедикт Камбербэтч словно был создан для этой роли. Его актерская игра, как всегда, находится на высочайшем уровне, а серьезность самого фильма разбавлена качественным юмором. Юмора в фильме очень много, местами даже больше, чем в Железном Человеке или Человеке-Муравье. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Серьезно, отличные шутки здесь на каждом шагу. Простые диалоги, напряженные моменты, экшен-сцены. Все разбавлено годным юмором. Что это? Новая мантра? Пароль от Wi-Fi. Мы же не варвары. Экшен тоже достоин отдельного внимания. Я бы даже сказал, что экшен в Докторе Стрэндже, это один из лучших экшенов 2016 года. Зеркальная трансформация города просто дух захватывает. Это действительно что-то новенькое и уникальное. Ну, разве что совсем чуть-чуть похоже на начало. Но, это далеко не все, чем может порадовать данный фильм. Финальная битва вообще ничего кроме восторга не вызывает. А сама магия выглядит как магия. Это не какие-то фокусы и банальные трюки. Здесь прям видно, какие усилия прикладывают герои для того, чтобы что-то сотворить. Второстепенным персонажам тоже уделено достаточно много времени. Все в этом фильме занимают свое место. Хотя вот самого главного злодея могли бы сделать чуточку лучше. Я не против того, что его так быстро слили. Но пафосных речей от него можно было и побольше сделать. Тем более, что Матс Миккельсон способен выдать яркие эмоции. Я не могу сказать, что Доктор Стрэндж это лучший фильм Марвел. Он не поднял планку качества, но привнес во вселенную много нового. А именно, самого себя и магию. Теперь мы будем лицезреть его очень часто. А режиссер фильма Скотт Дерриксон уже заявил о том, что готов снять продолжение. В целом, как я уже сказал, фильм получился очень достойным. С хорошим сюжетом, качественным юмором, отличной актерской игрой и добротным экшеном. Рекомендую к просмотру всем любителям Марвел и просто заинтересованным зрителям. В конце вас ждет аж две сцены после титров, так что не спешите уходить из зала. А на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии со своими впечатлениями от фильма. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok